Главным гостем первого спортивно-культурного фестиваля Абхазо-Абазинского конгресса стал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он отведал традиционные абазинские блюда, пообщался с этнографами, собравшими целую коллекцию предметов быта и произведений искусства Абхазо-Абазинского этноса. По словам председателя Высшего Совета Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзекова, фестиваль призван показать, как близки друг другу Абхазы и Абазины, и как многого могут добиться совместными усилиями. Чем больше будет вот таких вот замечательных мероприятий, тем быстрее и лучше мы будем слышать друг друга, а понимать и слышать друг друга – это уже огромный успех. Значит, мы можем думать, как строить свою судьбу, как находить свое счастье. Счастье, когда мы вместе. Параллельно с тематическими площадками шел концерт. Традиционные абазинские абхазские танцы, народные и вокальные эстрадные номера и целые театрализованные представления показали артисты. Центральным действом стал привод абазинской невесты в дом к мужу. По словам историка Тимура Ачук, подоопределенного времени, а это примерно до конца 19 века, матримониальные традиции абазина-абхазов были практически идентичными, но после махаджирства стали появляться незначительные отличия. Это оттачиваются такие традиции веками, и они очень значимы для любой фамилии, для любой общины и для любого народа в целом. Что касается отличия абхаза между абхазами и абазинами, я бы хотел сказать, что несколько веков назад, особенно до трагедии депортации абхазов 19 века и еще раньше. Как говорит историк, сегодня свадебные традиции меняются и у нас, и за большим кавказским хребтом, разделяющим сегодня абхазов и абазин. И уже не так строго соблюдается основное требование не появления невесты и как можно более тихое ее нахождение вдоль мужа. Большую популярность, так скажем, получает привод Аргама, как говорили наши отцы раньше, и как принято у нас. Это есть открытое такое, договариваются родители, договариваются самая молодежь между собой и приводят невестку. Но раньше, конечно, больше это было все скрыто. Убедившись в том, что традиционный привод невест у абхазов и абазин выглядит одинаково, зрители отправились пробовать блюда абазинской кухни, которые разительно отличаются от абхазских блюд. Халву, мамалыгу, из пшена, мелко перетертую фасоль и десерт из жареного риса. Многие сухумчане пробуют впервые. И рис жареный, как десерт, а в абхазии нет жареного риса, как десерт. Это жареный рис, да. Они сказали, что это как десерт идет, но я еще не пробовала. Не только история, но и современные тенденции охватил фестиваль, в частности, модные. Дефиле в спортивной коллекции с национальными элементами стало частью концертной программы. А завершился фестиваль исполнением гимна и фейерверком. Мария Накотова, Турникамич, Баба Азатова.